О будущем региона продолжим говорить после сюжета. Его герои наверняка уверены, еще хуже уже некуда. Мы покажем эксклюзивные кадры убежища Донецкой шахты Трудовская. Это в Петровском районе, одном из самых опасных из-за постоянных обстрелов. Как ни странно, предприятие продолжает работу. Сейчас из шахты откачивают воду, чтобы не затопить прилегающие территории. Сотрудники не получают зарплату уже несколько месяцев, но об увольнении не думают. Теперь, чтобы сохранить жизнь на работе, они даже ночуют. Анастасия Фурман продолжит. В убежище шахты Трудовская с советских времен хранятся противогазы, а на стенах висят правила поведения при бомбежке. Но это едва ли спасает тех, кто живет там. Хотя их дома совсем рядом, добраться до них подчас невозможно. По дороге домой у вас заминирована дорога? Ну да, там недалеко от дороги. А я боюсь этого. Вдруг что-то попасть. То есть вы здесь постоянно находите? В убежище нет воды, газа и туалета. Часто выбивает свет. А ночевать дончанам приходится на деревянных полках. И вот это вот здесь вот люди спят? Да, вот здесь спят люди. Территорию шахты бомбят постоянно. Под обстрелы попал здравпункт и памятник шахтерам. А недавно снаряд прилетел в котельную. Пострадали две женщины. Мочки поотрывала прямо, это с тережками. Плечо зашили. Шок такой перенести. Дома жителей убежища частично разрушены. Вот у нее тоже в дом попало, а у меня попало крыша. Это как крышитор. Вот. Латаем дома и это. Ну страшно дома. Страшно. Вячеслав сирота. Парень работает электрослесарем котельной. Уже третий месяц живет в убежище. Ведь находиться в общежитии, где он прописан, опасно. Там стекла побиты полностью. Оно в общежитии в основу все плиточное. Оно не это и не это, а плиточное. Короче, стекла выбиты. Но если это, то там, короче, застыли полностью. Там жить, короче, рисковать тоже. Это очень большой риск. Общая беда сплотила людей. Они помогают друг другу. Еду готовят на всех. Да вы борщик готовите? Да. Унесла из дому щаврика. Доброты этих людей хватает и на животных. Говорят, что кошки очень помогают. Ловят мышей. Но большинство питомцев уже удалось раздать в хорошие руки. Такие коты были персидские. Люди на полу уже побросали. А в августе месяце сколько собак, сколько котят. Сколько собак, кошек, это вообще пошло. Помощь от международных организаций People in Need и врачи без границ в убежище доставила волонтерская группа «Ответственные граждане». Пока решение ежедневных проблем отвлекает работников шахты от мыслей о приближающихся холодах. Но в случае полной остановки деятельности предприятия идти им больше некуда.